Перед началом видео я хочу напомнить про телеграм-канал, где помимо новостей канала, общения и новостей из жизни, я еще заранее предупреждаю о стримах, где мы смотрим абсолютно разные фильмы. Такие как, например, Токсичный Мститель, Атака Помидоров Убийц или же Чёртов Качок В Аду. По этой кукле видно, что она повидала некоторое дерьмо. Когда зашел в спальню родителя, они в это время шалили. Так что буду очень признателен, если присоединитесь, но чуть позже. А пока что взгляните на этих ребят, это настоящая фантастическая четверка моих бустеров, спасибо им. Ну что ж, я так думаю, пора начинать. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами, как всегда, Кин, и давайте немного отвлечемся от ужасов. А то чё, только на них обзоры делать. И возьмемся мы, например, за супергероику. Тем более, Марвел не так давно вывалила кучу анонсов будущих проектов, среди которых, к слову, был анонс очередного перезапуска фантастической четверки с Петькой Паскалёвым. Посмотрел я, значит, этот анонс и решил, а почему бы как раз не пройтись по четверке? Да ну не, по этой четверке уже прошлись все, кому не лень. Я хочу первое появление четверки. Да ну и снова мимо! Я же сказал, что хочу первое появление четверки. Вот так-то лучше. Кстати, интересный факт. Сегодня мы смотрим фильм Шрёдингера. То есть, фильм как бы есть, но его как бы никогда не было. Дело в том, что по одной информации фильм был снят, и он настолько всем не понравился, что его решили не выпускать. По другой информации студия New World Pictures, позднее выкупленная Lionsgate, так хотела сохранить право на четвёрку, что только ради этого сняла этот фильм. За 28 дней и 1 лимон долларов. И это если что, я ужал информацию. А то там такая каша творилась на производстве. Что про это сняли отдельную документалку, которую я если честно не смотрел. Но если хотите узнать подробнее, то ссылку на статью я укажу в описании. Ну а теперь, я так думаю, настало время вернуться в 94-й год и вкусить забракованный плод. Фантастическая четвёрка. Да, друзья, я думаю вы понимаете, так как фильм никогда не выходил и по сути мигрировал с кассеты на кассету, то вот это, вот это лучшая озвучка и лучшая картинка. Так что, ну... Смиритесь! И мы переносимся в аудиторию, где стоит и умничает препод, сидит и умничает Рит Ричардс, позади него сидит и умничает Витька фон Дум, а рядом с Ридом сидит и... хорошо сидит Бен. Ну а препод задвигает про какую-то чудо-комету Колосс, которая источает чудо-энергию и пролетает раз в 10 лет. И именно эту энергию хотят собрать друзьяшки Рит и Витька. Мы не можем идти дальше без расчёта первичных углов. Да ну! А пока они идут заниматься умными делами, мы переносимся в Стормовую общагу, принадлежащую матери Сью и Джонни Сторма. А это что, флэшбэк? Почему они такие... маленькие? Хотя, вроде нет, вон взрослый Бен и Рит. Но ведь Рит и Сью должны будут пожениться. А знаете, я не буду заканчивать эту мысль. В общем, мы видим, что Сью к Риту неравнодушна. А также она узнаёт, что он не сможет пойти с ними смотреть на комету. Ты разве не пойдёшь с нами, Рит? Нет, Сью, я не могу, я должен вернуться в лабораторию. Ты в порядке? Рит с Витькой приходят в лабораторию и первый говорит, что возможно в расчётах. Ошибка! Но второй говорит, что да, расслабься, всё норм, чувак. Добро пожаловать в будущее, друг. Так, там будут, получается, Витька, Рит, Сью, Джонни и Бен. Получается, там они и получат свои силы. Ну и ладно. Как вы уже догадались, план идёт не по плану и всё выходит из-под контроля. Это замечает Бен и бежит на помощь. Рит успевает отбежать. Бен всё ещё бежит на помощь, а вот Витька поджаривает Палпатин. Как итог, Витёк умирает. И спойлер, пока что все вместо сил получают травмы и ожоги. Выходит, что вся эта сцена, по сути, нужна была для того, чтобы сделать из Витька... Ёбаный шашлык! Рит узнаёт о смерти Витька и... Пытается плакать. Гляньте, он пытается, но не получается. Так и не нужно слёз, не нужно паники, потому что Витька оказывается жив. Да и не Витька вовсе, а целый Виктор. Правитель чего-то там. Его величество. Мы должны его спасти. И да, хоть я и не фанат четвёрки, но я знаю, что Витька правитель Латверии. Но фильм об этом не знает. Просто он ни разу не упоминает эту страну. Всё наплевать. Перенесёмся на 10 лет вперёд. Эрит и Бенни готовятся полететь в космос, чтобы вновь собрать чудо-энергию Чудо-Гометы. Но он нужен ещё экипаж. Не согласятся ли Джонни и Сьюзер прогуляться в космос? Я не знаю, мой дорогой. Нужно спросить у них. Это чё сейчас было? Ну-ка, ещё раз. Так. Ещё раз. Это было так плохо. Что ж, хорошо. А вообще это выглядит как кусок какой-то старой рекламы. Две мясные котлеты и гриль. Специально. Ой. Огурчики. Салати. Две мясные котлеты и гриль. Всё очень просто. Растворяешь ас в холодной воде и замачиваешь бельё. Какая белая, как после кипячения. И с асом ткань дольше сохраняет прочность. Поначалу Рид не горит желанием брать неопытный экипаж. Поначалу. Мы готовы? Похоже, у него стояк. Я всё ещё неоднозначно отношусь как к будущему союзу. В порядке? Хотела бы сказать оооо, но скажу лишь фу. В общем, происходит обмен любезностями и забег муравьёв в штанах. По итогу которого экипаж собран. Вы отлично смотритесь. Просто фантастическая четвёрка. Ты что, серьёзно? Выясняется, что для полёта нужен какой-то алмаз, за которым охотится Митька. И ещё какой-то ушлёпок, всякий раз проговаривающий свои действия. Вот и он. Я чувствую алмаз за 100 километров. А этот... Особенно. Я раньше делал обзоры на сериалы, а теперь делаю трэш-обзоры. И пускай они собирают не так много просмотров, но мне нравится этим заниматься. Не, ну а чё, ему можно, а мне нельзя, что ли? Можно? Но нельзя. Также Бен знакомится со своей каноничной слепой женой Алисией, сбив её. Моя статуя. Ради бога, простите. Вся моя работа. Это всего лишь статуя. Ах да, статуя. Эй! Папой! К слову, всё их взаимодействие длилось ровно одну минуту. И я засекал. Запомните это? Это ещё пригодится. Ещё выясняется, что и ушлёпок влюблён в Алиську, и подручные Виктора. А, не, в смысле, они не влюблены, они просто приехали. Просто сидим и ждём. Ладно. Но Рид проводит анбоксинг Кристалла. Лучший друг девушек, да, Сью? Это сексизм, вы сексист? Выступать этот минерал будет в качестве предохранителя от излучения Чудо-комета. И таким образом позволит избежать взрыва. После Рид задаётся тираной о погибшем Витьке, и команда решает его поддержать. Я с тобой, друг. Все уходят, Рид ставит мультяшную защиту, а Алисия интенсивно лепит моську, а за ней подглядывает у шлёпок. Мне уже пора. Я должен идти, но... Я вернусь. Я делаю видеообзор, и дабы не поймать жалобу за авторские права, между фрагментами фильма я должен вставлять свой... хлебальник. В эту игру могут играть двое ушлёпок. Двое. Подручники Виктора планируют украсть алмаз, но раньше в ламу пробирается у шлёпок. А ну-ка, а как делает барашек? Ещё раз, как? Подручники наблюдают за ушлёпком и узнают его имя. Кличка Ювелир, полное имя... Сашенька. Сашенька меняет алмаз на фальшивку, а настоящий забирает себе. Но Витька вовсе и не против. Теперь у меня нет причин срывать эту миссию. Они погибнут в космосе. Ты совсем идиот? Витя, у тебя и так не было причин. Ты вроде бы до хера богатый чел и мог бы сам построить космолёт. Ну или же нанять киллера и ёптих потихой. Как бы то ни было, три сосиски, не считая девчонки, летят в космос. И всё идёт хорошо, пока не начинает идти плохо. Алмаз поддельный. Нужно убираться отсюда. Да он б***ский гений. Но убраться они не успевают и их озаряет цветным духом, вследствие чего их корабль взрывается. Взрывается. Чему так несказанно радуется Витька? То есть, вы хотите мне сказать, что этот мистер, твистер, делец и банкир, владелец заводов газет пароходов, не мог сам на свои финансы позволить себе космический корабль? Да по нему видно, что он мог позволить себе купить не только космолёт, но и эту комету и кусок космоса вдобавок. Он очень богат. Рич-пич. Рич-пич. Перенесёмся к нашей команде, у которых, напоминаю, корабль взорвался в космосе. А сейчас они на земле. Хотя корабль взорвался в космосе. Не могу поверить, вы живы? А ты чё вы живы? Нет слов. Корабль на куски, а у нас не царапины. Эй! А ну не придирайтесь к сюжету! Это моя работа. А ещё напомню, что корабль не просто взорвался, он взорвался в космосе. Следовательно, они ещё и на землю не хи... Вот так шмякнулись. Тут ещё выясняется, что Джонни Огничих, Сью Дружелюбное Привидение, Рид Бумер. А Бен... Ну, он просто существует. Да и хер с ним! Смеркается. Ребятки собираются как на запись кантри-альбома, но вместо этого... А жаль. Они устраивают посиделки у костра. И у Джонни случается истерика, но Рид пытается его успокоить. Всему всегда есть научное объяснение, так, Бен? Что ты предлагаешь, Рид? Что нам делать? Молиться, блять! Ночь продолжается. Мы узнаём, что у Джонни давно не было девушки, а вот у кого-то наоборот намечается ночной перепих. И пока все думают, что они мертвы, Витька узнаёт обратное. Найдите их! Королева драмы. Тем временем Тор приносит Алиске посылку с посмертными моськами четвёрки. Ну а Сашенька приказывает своей шушере привезти её к нему. Я прошу вас, мой народ! Найдите мне мою королеву! Королева будет в ярости. У шлёпки Сашеньки добираются до Алиске, облапывают её и похищают, предварительно освежив. У тебя воняет изо рта. А нашу компашку находят вояки, и оказывается, что сила не обошла Беню стороной. Эй, что случилось? В нём что-то изменилось. Ну да, теперь Бен человек. Печенье? А если быть точнее, то расстроенная печенька. Посмотри на меня! Бен! Да, мам! Ребятушек пакуют и отвозят в лабу для изучения. Первый на очереди Куки Монстр. Далее у нас зажигалка. Ему, чтобы загореться, нужно сконцентрироваться на части тела и сказать... Дракарис. 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 Следом Каспер. Я... Как бы это сказать? Мисс Торм. Я сзади вас. Она Бризрак. Ну и напоследок, мистер Жвачкинс. Сдайте кровь сами. Ладно. Как итог, образцы ребят собраны, и Док обсасывает перед Витьком их силу. А что, если бы эта сила была сосредоточена в одном человеке? Уверена, он бы погиб. Ну, либо же... Время крушить. Витька решает отжать у ребят их силы, а для этого ему нужен алмаз, украденный Сашенькой. За ним он посылает своих подручников. А в это время ребятушкам надоедает сидеть в больничке. Ни телефона, ни телевизора, вообще ничего. Словно мы не пациенты, а преступники. Что скажешь, Бен? Есть печенье, это такое счастье. А пока ребятки думают, валить им или нет, вернемся к Сашеньке, который, ну, очень не хочет отдавать алмаз. И подручники решают отжать его силой. Силой стволов. Мы сейчас выроем небольшую ямку для педаласов. И уложим вас туда поспать. Ладно, ямку никто копать не стал и подручников отпустили. А они, конечно, хотели вернуться, но Витька пока дал отбой. А поэтому пока что мы вернемся к четверке, которая решает выбраться. И для этого Беня пи***ет оператора. Трое из Ларса маскируются и добираются до компуктеров-докторов. Посмотрим, нет ли здесь ответов на наши вопросы. Что это за язык? Понятия не имею. Похоже на эльфийском. Ребятки находят путь к выходу, собираются в одного большого ребятку. Ладно, шучу, собираются вместе, но по дороге к свободе находят лазер доктора Зло. И их навещает Витёк. Кто вы? Меня зовут Дум. И жду! Мне не послышалось? А знаете, я все больше хочу послать этот фильм в... И жду! Витька рассказывает, что он тут дохера важный чел. И ему не особо по нраву их побег. Но наказывать он их не будет. Вам повезло, сегодня я добрый. Возвращайтесь в свою... И жду! И ведите себя примерно. Но ребятки не хотят возвращаться в свою... И жду! Тогда Витька присылает своих миньонов. Конечно, Бен их мутузит, Сью налюбливает, Рид натягивает, а горелка прожигает путь наружу. В общем, сплошной зубодробительный... По итогу Беня сам решает, где здесь дверь. И все уходят. Ну что, друзья мои? Согласны. Переносимся в штаб четверки, где Рид допетривает, как и от чего работают их способности. Ну, Сью застенчивая, поэтому исчезает. Джонни вспыльчивый, Рид старался везде успеть. А Беня слишком любит печенье. Ладно, шучу. Беня просто тупой. А ты всегда старался использовать грубую силу, чаще, чем свой интеллект. То есть, вы понимаете, да? До них допетривает, как работают их суперсилы, уже после того, как они использовали эти суперсилы вовсю. А вот тут, видимо, Сью очень сильно засмущалась. Ямете кудасай. Ну, остается еще вопрос. Но почему трек из нас изменения носят временный характер? А Бен такой все время. А на это мне сказать нечего. Кстати, интересный факт. Из всех киноэкранизаций пока что только четверка 2005 года смогла объяснить постоянство Бена. Тем, что он был ближе всех к чудо-лучам и не был от них экранирован. Но тут ни Рид, ни создатели фильма о постоянстве Бена... Нихига не знают. Вы все можете жить своей нормальной жизнью. А я всегда буду монстром. Ты не монстр. Ты убрать. И это даже не шутка. Но до этого мы еще дойдем. А пока что Беня уходит, гуляет и страдальчески страдает. Беня там бедненький страдает, а Сью тут устраивает показ мод. Ну, как я выгляжу? Ты похожа на проститутку, которая дает только клоуном. Вернемся к Бене, которого затягивают в своей сети у шлепки Сашеньки. Который, в свою очередь, где-то там же прикатывает Алиську и узнает о пополнении в банде. Сколько же боли тебе пришлось пережить, мой прекрасный брат. Ты меня братом не называй, а то моя мама обидится. Беню продолжают облизывать. Витька просит настроить лазер. Ну, а Рид складывает 2 и 2 и догоняет, что Дум это... Витька! Виктор жив. Виктор жив. Я их первый раз слышал. Витька приходит к Сашенькиным шлепкам и получает град пуль. Но его защищает силой его небенности. В общем, снова происходит... Акшен! Но все же Витька милостивый правитель. Даю вам минуту, чтобы убежать. Ты че еб... Сашенька угрожает убить Алиську. Но Витька класть на нее хотел. А вот Бене не хочет на нее класть. Вследствие чего ее уже берет в заложники Дум. Ты пожалеешь об этом. Бен, нет! Я люблю тебя. Она рехнулась. А теперь возвращаемся назад. Или это туда? В общем, вспоминаем, что они провели вместе всего одну минуту. И с тех пор они больше ни разу не виделись. Но постойте. Подождите. Это еще не самое забавное. Ладно, я узнал, что Бене мог неожиданно превращаться в человека. Но блин, тут такое стечение обстоятельств, что и можно только сказать. Это power of love. Короче, Бене убегает и страдальчески кричит. Да, заткнись, е-мое. Да, крикивается Бене до того, что опять становится печенькой. А в это время Витек звонит ребяткам и говорит, что «Ууу, я такой злодейский злодей, отдайте мне силы или Нью-Йорку капсда». Витек вешает трубку и ребятки решают навалять ему люлей. Так же решает и вернувшийся Беня. Вопросов не нужно. Я снова в команде. Уверен, с**ка? Да. Сью, наконец-то признается Риду. Я люблю тебя, Рид. Я тоже тебя люблю. Я с вами. Извращенцы. Четверка прыгает в мультик и долетает до Витька. Но тут садит их на метафорический кукан, запирая в ловушке. Жалкое зрелище. Уж кто бы говорил. Витька точит ляс и говорит, что, мол, Рид виноват в том, что он стал Думом. Именно ты, Рид, превратил меня в это. Смотри же. Смотри. Жалкое зрелище. Мало того, плюс к этому, он еще и Алиську хочет замочить на глазах Бени. Как это драматично. Боже мой. Ну ты напрягся, друг. Док начинает забор сил, но мистер Жвачкин сломает ки**рам оборудование. Ребятки освобождаются и начинается, угадайте, что? Правильно. Акшен, акшен, акшен. Витька успевает запустить лазер, и Рид не может его остановить. Тогда вызывается помочь зажигалка. Я ведь люблю огонь с детства. Джонни превращается в мультик и летит тормозить лазер. Рид отправляется за Витькой, ну а мы вернемся к нашим влюбленным. Кажется, мы так и не представились. Я Бен Гримм. Я Алисия Мастерс. Это, фу**, дет как романтично. Я напоминаю, что они там как бы уже любят друг друга да усёру. Ну а пока вы вытираете слёзы, сопли и другие выделения, после столь сильного любовного момента, Жвачкин забирается до дума. Не стоит лишать себя удовольствия покончить с тобой раз и навсегда. Теперь угадайте, какая суперсила будет у Витька? Напомню, что Витёк из 2005-го управляет электричеством. Витёк из 2015-го телекинетик и вырабатывает какую-то зелёную ху**ю. Ну а какая сила у нашего Витька? Деньги. Звучит логично. Но нет. Приготовьтесь. Не стоит лишать себя удовольствия покончить с тобой раз и навсегда. Коготочки! Да он сам с этого ржёт. Отстойнее этой способности мир ещё не видывал. В общем, начинается лютое месилово, которое я вам просто не могу показать, дабы не травмировать вашу психику. По итогу которого Витька падает, а Рид пытается им помочь. Но из этого ничего не выходит. Нееет! Он слишком силён, чтобы вот так умереть. Нет, он не мёртв. Ой, да тебе-то откуда знать. По итогу ребятки уходят, и остаётся от Витьки только его на маникюренная ручка. Ну его нахиб, какие проекты? Пойду лучше семейка там сниматься. Ну а Джонни всё-таки тормозит лазер. Ух ты! Зачётная графика! И заканчивается всё свадьбой Жвачкинца и Каспера. И Бенни в трусах. Я сейчас расплачусь. На этом фильм завершается. И что я могу сказать? Он потрясающий. Нет, подождите, не так. Он потрясающе плох. Он плох настолько... Настолько! Вспомните комнату Томми Вайсо. Так вот, это супергеройская комната Томми Вайсо. Хм, а знаете, ведь его можно было сделать лучше. Выкинув нахер Витька и Сашеньку, и сделав длинную ситкомовскую серию, где герои получают силы, и пытаются ужиться вместе. А вот уже под конец можно было вбросить чисто для галочки какого-нибудь кринжового простенького злодея. Но до этого никто не додумался. И мы имеем. То, что имеем. Хорошо это или плохо, решайте сами. И я же считаю, что это настолько плохо, что даже хорошо. И эта четверка все еще лучше четверки 15-го года. Потому что эта четверка хотя бы веселая. Мы же команда. Нас четверо, и нам надо придумать себе имя. Например. Унылое говно. Ну, а что думаете вы? И стоит ли мне добраться до четверки 2005-го года? Пишите в комментариях. И не забывайте про стримы и тг-шку. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok